Привет! Сегодня я вам расскажу, где купить аккаунты Gmail, какие лучше купить, потому что есть определенные подводные камни. Жадный платит дважды, если не трижды. Все тайм-коды будут в описании, там где я показываю неудачную покупку, почему это произошло, где удачная покупка, ну то есть специально все это максимально ржевую. Gmail очень сильно придирается вообще к вашим куки, к вашим прокси. Поэтому на каждый аккаунт Gmail у вас должен быть отдельный профиль антидетекта и отдельный прокси, это обязательно. Про это максимально вкратце, потому что у меня есть довольно длинное видео, максимально полноценное и про антидетекты и про прокси. Сейчас чисто пробежим по этому, потому что это не основная тема этого видео. Касательно антидетекта я использую ADS браузер, на самом деле я использую другие, но это тот, который я могу реально рекомендовать. Он очень дешевый, у него огромные возможности для кастомизации, то есть делайте с ним что хотите. Он тоже иногда глючит, все технические продукты глючат, но все-таки за мои почти два года, что я им пользуюсь, это все-таки топ. Далее по прокси. Прокси я все-таки самочасто использую прокси.io. Дело в том, что этот сервис не так давно стал настолько популярным и у него большая база довольно чистых прокси. Поэтому банов на этих прокси минимальное количество, хотя бывает всякое. Нам нужно именно IP4, это обязательно. Индивидуальная IP4. Страна, выбирайте ту страну, которая вам необходима. Если криптовалюты, я чаще всего использую Германию, на ней прекрасно все работает. Если одна штучка стоит 2,3 доллара в месяц, то уже 10 штук мы получаем довольно значительную скидку, всего лишь 1,6 доллара в месяц. Вообще прекрасно. Следующий сервис, которым я пользуюсь, это ProxyLine. В свое время это был самый популярный сервис для покупки прокси, поэтому у этих проксей есть определенная история. И часто они бывают не лучшего качества. Ну то есть где-то у вас что-то забанено, где-то что-то не открывается. Когда нужно писать поддержку, вам конечно поменяют. Но они у них есть всегда в наличии. Поэтому если вдруг прокси нет здесь, я их беру здесь. Третий вариант это ноды Mavin. Это резидентские прокси, но по их установке есть определенные нюансы. Они просто выглядят немного непривычно. Поэтому у меня есть отдельное видео по нод Mavin. Все ссылки в описании. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Не знаю почему я это сказал, никогда так вроде не выражался. Мы покупать Аки будем на Dark Store. Для начала, опять же, для тех кто не в курсе, для регистрации максимально простая. Быстро пробежимся. Нажимаем войти. Снизу нажимаем создать аккаунт. Придумываем блогин, вводим email, придумываем пароль. Нажимаем регистрация. Все готово. Вы внутри в системе. Далее надо сделать оплату. Нажимаем плюсик. Выбираем удобный способ оплаты. Нажимаем пополнить. В общем пополняем. Ничего там сложного нет. Касательно суммы оплаты. Сейчас, когда вы дальше посмотрите на цены, вы уже прикиньте, насколько вам нужно пополнять. Поэтому вы, наверное, досмотрите видео, а потом уже сделаете оплату. Мы нажимаем сверху на значок категории и переходим в раздел почты. У нас скрываются все почты. Листаем вниз. Под категорию выбираем Gmail, потому что различных почт много, а нам нужно именно Gmail. Сортировку я беру от самых дешевых. Да, сейчас я показываю вам то, как делать не надо. То есть я просто возьму самый дешевый Gmail и сразу покажу вам, в чем лажа. Цена, конечно, супер низкая, но толку от них, ну как бы так себе. Смотрите, нажимаю поиск и он отсортировал мне вот по Gmail и по цене, как я его и просил. Цены стартуют с 0,3 цента. 0,3 цента. То есть типа вообще халява. Но давайте попробуем такой купить. Зайдем внутрь, листаем ниже. Ну 0,3 деревянных, это фактически 0,3 цента. Да, кстати вот, самореги, они все самореги, вручную никто не регистрирует. Подтверждены по SMS, ну типа хорошо, подтверждены. Номер отвязан. То есть получается можно в свой номер добавить. Также подтверждены по почте Rambler. Прекрасно, и 20 дней они лежали. Формат выдачи, логин, пароль, почта, пароль. Нажимаем купить, выбираем способ оплаты с нашего баланса, чтобы списались. Минимальный заказ 1, всегда берем 1 заказ. Вот допустим, эта почта мне не подошла. И зачем мне сейчас было покупать там 100 или 1000 этих почт, если это не то, что мне надо. Понимаете? Поэтому всегда берем 1, смотрим, тестируем, что это все работает. И только тогда берем все остальные. Потому что на проверку у нас, я не помню, есть ли 15 минут или что. Но мы не проверим за 15 минут все почты. Поэтому никто нам их потом не вернет. Вот, нажимаю перейти к оплате, нажимаю подтвердить. Здесь нажимаю ОК, что я согласен. Нажимаю кнопку скачать. И вот данные этого заказа. johnmillerblablabla.gmail.com То есть вообще супер, мега отстойный авторег, когда просто подставляются какие-то цифры, чтобы сто пудов он был свободен. Ну ОК. Далее пароль к почте. Потом после двоеточия почта Rambler, которая указана дополнительной почтой. И пароль от этой почты Rambler. Ну типа, чтобы если мы зашли, и он говорит, я вас не пускаю, подтвердите по своей второй почте. И вы будете подтверждать по второй этой почте. Туда придет какое-то сообщение. И вы зайдете на этот Rambler по этому доступу. Ну вот типа такая вот логика. То есть вот он, Джон Миллер. Вот пароль. Вот Rambler'овская штука. И пароль от Rambler. Окей, ну давайте попробуем. Переходим в нашу почту. Вводим адрес нашей почты. Нажимаем далее. Он сразу просит узнать, не робот ли я. Я говорю, я не робот. Идем дальше. Вводим пароль. Нажимаю далее. И он просит меня подтвердить по номеру телефона. Смотрите, номер телефона отвязан. Поэтому мы сможем зайти, ввезя тут какой-то там свой номер телефона. Ну как, свой либо реально физическую симку, которую вы купили. Либо через сервис, где можно арендовать одноразовый номер, а один раз получить на него смс-ку. Ну как бы как вариант. Ну хорошо, давайте нажмем другой способ. У нас же есть Rambler почта. Нажимаем. А нет такого варианта. Мы можем только подтвердить его по номеру телефона. Как по мне. Если вы не будете на этой почте подвязывать там, не знаю, что-нибудь, где там будут храниться там какие-то огромные деньги, или вообще что-то связанное с деньгами, то зачем нам тратить на это время? Если там у нас реально сильно связано с деньгами, то логичнее пойти в магаз, купить физическую симку и зарегистрировать эту почту на номер телефона. То есть если мне нужно по-быстрому, а в моем случае мне просто нужны были Gmail'ы. Много Gmail'ов. Мне некогда этой фигней заниматься. То есть мне это абсолютно не подходит. Прикиньте, если бы я купил таких сотню. Ну да, они бы мне обошлись в 3 бакса. Ну а толку? Просто потраченное время. Хорошо, я возвращаюсь обратно. Нажимаю дополнительную фильтрацию и выбираю заполненные, подтвержденные по SMS и есть отлежка. Теперь я уже не беру сортировку по цене. Я просто так смотрю визуально. И по описанию меня устраивают вот эти за 1305. Захожу внутрь, смотрю больше информации о них. И вот что интересно. Дополнительная почта в комплекте без пароля. Что это такое, я вам сейчас дальше покажу. Формат выдачи, email, пароль и дополнительный email. Нажимаю купить. И кстати, смотрите просто разницу в цене. Да, 0,3 тогда стоило. То есть 0,3 цента. И 13,05. То есть 13 центов. Он в разы дороже. Но блин, это все равно 13 центов. Это все равно, блин, копейки. С позапоплаты опять же выбираем баланс. Минимальный заказ, как и есть. И всегда берем сразу минимальный для теста. Нажимаем перейти к оплате. Также все это дело подтверждаем. Окей, соглашаемся. Вот то, что они нам выдали. Давайте я это аккуратнее вам покажу. Ну то есть я на двоеточие раскину по строкам. Наш Gmail, пароль от Gmail. И какая-то дополнительная почта вообще не существующая. Переходим в Google. Вводим нашу почту. Нажимаем далее. И здесь, кстати, у меня уже даже галочку не спрашивают подтверждение. Вводим пароль, нажимаем далее. И вот в чем фишка. Смотрите, можно получить письмо с кодом подтверждения. Но оно никуда не придет, потому что это вымышленный email. А есть подтвердить резервный адрес электронной почты. В чем фишка? Нажимаем сюда. И мы просто вводим вот этот адрес подтверждения. Все. То есть там, где точки, нам надо просто реально ввести целиком этот адрес. Нажимаем далее. И все. Все, нас пустили. Вот, просят там, добавьте фото профиля. Ну, если есть желание. Ну, короче, такое. Не сейчас. Вот, все. Я внутри. Я в почте. Сейчас вы можете сказать. Ну, да. Но они же типа знают, как сюда зайти. С поводу тебя его увезти. Смотрите. Если вам надо, вот прям вот, чтоб там это не увели. Вы там что-то будете прям такое хранить. Сюда просто берете симки и регаете с нуля. Если вам нужны просто сервисы, в которых надо просто, лишь бы у вас был Gmail. И он был рабочий, не забаненный. То вполне себе хороший вариант. То есть, это я к тому, что любой вариант может оказаться хорош именно для вашего случая. Поэтому смотрите, что надо именно вам. И вот сейчас, когда хорошо, заходите там, берете 15-100 штук, сколько их вам надо. Как-то так. Все ссылки в описании. Если это было полезно, поставьте лайк. Можете написать комментарий. Также можете вступить в группу в Телеграме. И увидимся в следующем видео. Всем добра. Всем профита. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Продолжение следует...